МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Перед входом в школу обязательно измерение температуры и дезинфекция рук. Чтобы попасть в пищеблок, необходимо тоже пройти ряд процедур. Несколько минут и парламентарий вместе с директором школы попадают в самое сердце столовой. Вот мы печем выпечку. Здесь омлет у нас, выпечки сегодня, пирожки у нас с капустой, сосисечка. Завтрак, обед, а еще вкусная выпечка. Все готовится из свежих продуктов прямо здесь и горячим подается на стол. В меню обязательно присутствуют овощи и фрукты. На завтрак омлет, зеленый горошек, груши свежие, хлеб и кофейный напиток с молоком. На обед у нас сегодня суп вермишелевый, картофельное пюре, котлетка рыбная и икра кабачковая и сок. Валентину Александровну знают и любят все дети. Ведь именно она на протяжении 30 лет следит за качеством блюд. Особенно ученики любят выпечку тети Вали. Все очень вкусно. Приезжайте к нам в следующий раз на булочки. Они очень вкусные. Мы горячим питанием обеспечиваем первый и четвертый класс. Это 521 ребенок наш. И еще по квоте, который выделяет нам администрация Денцовского городского округа, 264 человека. То есть всего мы кормим почти 800 человек. Это по льготной категории абсолютно бесплатно. Дмитрий Голубков проверил наличие средств, индивидуальные защиты в учреждении, состояние входной группы. Посетил уроки. Никаких замечаний нет. Школа работает в штатном режиме. Учебный год только начался. Все еще у нас впереди. И сейчас происходит настройка работы всей системы по новым правилам. И, конечно, в зависимости от того, насколько четко мы будем принимать меры антивирусного характера, тем, конечно, лучше будет для всех, кто приходит в места массового скопления, в школы. Это и ученики, и педагоги, и родители. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».